Всем привет! Сегодня мы понаблюдаем за рабочей температурой процессора Ryzen 9 на ноутбуке Asus Zephyrus G14. Итак, приступим. Тестировать мы будем офисными приложениями, то есть запустим CAD-овскую программу. На моем компьютере я запущу ZVCAD 2018 и достаточно такие тяжелые файлы, которые весят порядка 40 мегабайт каждый. То есть запущу две программы на каждом мониторе и плюс еще добьемся это подъявками. Приступим. Для того, чтобы посмотреть рабочую температуру у Asus есть специальная клавиша возле экрана. Тут можно выбирать параметры работы самого ноутбука. То есть есть режим тихий, silent, performance, turbo. И также есть возможность настроить это в ручном режиме. Так, мы сейчас выберем silent, то есть самый тихий. На тихом режиме температура процессора порядка 57 градусов, температура видеокарты 51 градус. То есть температура процессора скачет, там иногда бывает 45, 57, 58. Так, запустим первую программу. Так, запустим DWG-файл. Он весит 38 мегабайт. Посмотрим, что происходит в этот момент с процессором. Ну да, его температура повышается до 76 градусов на момент загрузки. Так, включим еще Task Manager, чтобы видеть, насколько идет загрузка и процессора, и видеокарты. Так, вот температура подскочила к 75 градусам. Так, идет загрузка файла. Хм, да. Пусть подождет. Вот, отлично, файл загрузился. Так, это файл по электрике. Здесь и свет, и план розеток. Так, мы приблизим какой-нибудь план. Так, давайте включим еще один файл на другом мониторе, чтобы, скажем так, максимально загрузить, ну не максимально, но загрузить компьютер близкий, чтобы было близко к рабочей нагрузке. Потому что я обычно работаю с двумя запущенными программами. Допустим, на одном экране у меня идут планы, на другом идут электрические схемы. Так. Ну, здесь мы запустим все-таки два потяжелее файла, чтобы был план светок, к примеру, и план розеток. Кто-то, может быть, работает так. Вот, температура процессора поднялась до 82 градусов, температура видео до 52. Пока грузит, посмотрим, как, допустим, мягко и плавно работает, вот, как приложение ЗВК работает достаточно хорошо, быстро, резво. То есть, никаких таких комментариев плохих, негативных не могу сказать. Ну вот, мы запустили на втором экране, видим, что температура процессора идет 67 градусов. Вот, вот, немножко кулер начал работать активней. Так, поставим это на второй экран. Чтобы можно было видеть загрузку системы. То есть, оперативная память у меня загружена на 65%, то есть из 50,5 гигабайтов свободно 10. GPU NVIDIA GeForce RTX загружена на 21% и AMD встроена на 5% до 11%. Так, ну и чтобы так, еще больше загрузить, я думаю, включим еще PDF-файлы, потому что периодически у меня может идти работа с PDF-файлами. Вот здесь, скажем так, 15 PDF-файлов, размер там от 300 кбит до 2,5 мегабайт. Запустим их. Так, что у нас происходит с температурой? Ну, порядка 72-65 градусов. Так, загрузились файлы. Видимо, они тоже ничего не тормозит. Все очень хорошо и резво работает. Теперь посмотрим, что будет происходить, если мы будем задавать разные режимы. Так, то есть мы сейчас перейдем с режима Silent на Performance, то есть температура у нас идет 68 градусов, 63 градуса, то есть скачет в районе 60 градусов. Пойдем на Performance. Как удивительно, но кулеры стали тише жужжать, и температура осталась прежней. Хотя обычно наоборот, в переходе на Performance у него кулер начинает более активно работать. Ладно, попробуем все-таки его расшевелить. Будем что-нибудь подвигать. Так, пошел автосейф. Вот, уже слышно, что заработал кулер. Температура 71 градус, 78 градусов, 75, 66. Загрузка CPU идет, скачет от 26 до 17, в нижнюю сторону. Так, ну и перейдем на Turbo. Температура 74 градусов, упала сейчас до 67 градусов. Видео 54. Использование видео можете видеть здесь. Так, опять автосейф. Немножко раздражает эта функция, но все-таки очень полезно. Иногда бывает зависание, и она спасает. Что у нас с PDF творится? Так, зайдем, включим PDF файл. Ну вот, то есть температура выше 75 градусов нам особенно не удалось поднять. То есть, используя жизнедественные приложения, то есть, компьютер работает нормально. Единственное, сейчас чувствуется, что в этой части она нагрелась. Но до этого я пробовал запускать игры в моем предыдущем обзоре. И тогда температура процессора составляла порядка 95 градусов. Но вот сейчас даже на Turbo уровне и Performance у нас температура уменьшилась до 62 градусов. То есть, она вот сейчас пришли на Performance. Отскочила временно на 70 и упала до 64. То есть, насколько я вижу, что компьютер так не особо сильно греется. Естественно, меня на первом этапе это все волновало. Я читал много форумов и смотрел. Но смотрел тоже видео и обзоры, и пришел к выводу, что это не так страшно. То есть, этот ноутбук рассчитан на долговременную работу под нагревом. Поэтому в этом нет ничего страшного. Если какие-то есть страхи, что он может испортиться, либо что-то может пойти не так. Можете купить дополнительные кулеры или дополнительный кулер-пад, который будет остужать ноутбук. Но я тоже посчитал обзоры и пришел к выводу, что мне это не надо. И компьютер все-таки не так сильно греется. Ну все. Всем спасибо за внимание и хорошего дня. Продолжение следует...